Игровой смартфон. В 2019 году в этих словах уже нет ничего необычного. Но какой именно смартфон вы себе представляете? Asus ROG или может быть Razer Phone? Лично у меня в ассоциациях всплывает сразу Xiaomi Black Shark. И сегодня речь пойдет именно о нем, а вернее о его второй версии. Ну что, интересно? Ну тогда погнали! Хочется для начала отметить богатую комплектацию. Здесь вы видите и наушники, и вполне себе стандартный силиконовый чехол, отличный блок питания, а также кабель зарядки и переходник с USB Type-C на 3.5 джек. Да, к сожалению, игрового контроллера нет. Его придется покупать за отдельную плату, если он вам, конечно, нужен. А теперь представили игровой смартфон? Вот примерно так и выглядит Black Shark 2. Черно-зеленый, мощный и стильный, дерзкий и агрессивный. Это все он. Передок смартфона полностью стеклянный. Остальная часть корпуса выполнена из прочного металла. Боковые края и спинка представляют собой единый алюминиевый элемент со стеклянной вставкой и зелеными швами. Дизайн невероятно нагружен и хаотичен, но я думаю, в этом и суть. Стеклянная вставка обладает высокой отражающей способностью, которая контрастирует с матовой черной краской на металле. Производитель говорит, что это помогает охлаждению и ловле сигнала. Логотип Black Shark расположен в мертвой точке на задней панели. Он может светиться и пульсировать практически в любом цвете. Логотип соединен с двумя полосами с подсветкой на боковых краях, которые называются световыми поясами. Цвет полос по умолчанию это тот же зеленый, который используется для выделения металлического каркаса, но полоски также могут светиться и пульсировать в широком диапазоне цветов и узоров. Также помните, что смартфон не маленький. Он весит 205 грамм, да и выглядит достаточно мощно. Учтите это при покупке. Смартфон Black Shark 2 оснащается 6,4-дюймовым экраном AMOLED с вмонтированным сканером отпечатков. Дисплей заполучил соотношение сторон 19,5 к 9 и разрешение 2340 на 1080 точек. Здесь также улучшили точность цветопередачи, на которую были жалобы в первой версии смартфона. Белый теперь выглядит гораздо более правдоподобно, но вот яркость, к сожалению, небольшая. Да, по факту это 430 нит, но на деле ее кажется недостаточно. Что говорить о дизайне в целом? Это игровой смартфон, он и должен так выглядеть. Да, большой, да, немного неотесанный, но зато агрессивный и с подсветкой. Разве игрокам еще что-то нужно? Ах да, самое главное, мощность. Snapdragon 855 и 12 гигов оперативки. Вам о чем-то говорят? Black Shark 2 все нипочем. Игры, программы, загрузка приложений, все это занимает секунды. Я был в шоке, когда смартфон после первого включения и настройки смартфона загрузился за пару секунд. Такой быстроты от него я не ожидал. Игры. Играйте во все, что захотите. Какой бы прожорливой ни оказалась игра, сам же смартфон ее успешно и проглотит. Он крут, и производительность – это его основная фишка. Так же, как и в первой версии, здесь есть игровой режим. Он помогает настроить смартфон таким образом, чтобы вам было удобнее играть, и при этом вас никто не отвлекал. У Black Shark 2 двойная камера со светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом. Главный 48-мегапиксельный датчик со светосилой 1.8 дополняется 12-мегапиксельным телеобъективом со светосилой 2.2. С точки зрения качества фотографий, Black Shark 2 работает немного лучше, чем среднее. Я ожидал катастрофических результатов, но был приятно удивлен. Большинство фотографий показали четкую фокусировку. Динамичные сцены у меня создавали проблемы для камер этого игрового смартфона. На переднем плане снимку не хватает деталей. Аналогичные проблемы были в некоторых других фото. Баланс белого также стал проблемой. Вы наверняка заметите глубокий желтый оттенок у некоторых изображений. Точность цвета непоследовательная. Видео же смартфон снимает максимум в 4К с 30 кадрами. Выглядят в целом хорошо, в особенности в яркий солнечный день. Стереодинамики хорошие. Динамики могут воспроизводить звук мощностью 1 Вт. Значит, Xiaomi Black Shark 2 может быть очень громким. Компания увеличила мощность правого динамика примерно на 25%, чтобы компенсировать факт, что он, вероятно, будет закрыт при играх. Кроме того, он автоматически отрегулирует баланс громкости, если обнаружит, что закрыт. Игры, как правило, звучат хорошо через динамики, но музыка нет. То же самое относится и к видеоконтенту с YouTube. Для прослушивания музыки все же используйте наушники. Будет еще круче, если они будут с поддержкой APTX, потому что данная функция в смартфоне имеется. Black Shark 2 получил хорошую батарею емкостью в 4000 мАч. К сожалению, для игрового смартфона это средний показатель, поскольку заряда при мощных играх будет хватать стабильно на игру от 4 до 6 часов. Но если вы играть не любите, то смартфона может хватить и на 2 суток. Смартфон также поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4.0. 30 минут, подключенных входящему в комплект зарядному, обеспечит увеличение времени автономной работы на 60%. Да, заряжается он быстро. Действительно быстро. Увы, тут нет беспроводной технологии, но быстрая зарядная в комплекте компенсирует это. Black Shark 2 – это хороший аппарат. Он обеспечивает высокую производительность, время автономной работы и быструю зарядку. Помимо этого, чистое программное обеспечение, настраиваемая подсветка и способная камера, а также специальные игровые возможности должны побудить тех, кто ищет мобильный телефон для игр к его покупке. Но даже если вы не особо любите играть в игры, то просто знайте, та мощность, которую в него заложили, прослужит вам очень долго и вам не придется менять смартфон на протяжении нескольких лет. Ну а чтобы его долго не искать, просто перейдите по ссылке в описании и купите его. А если вы еще используете промокод, то получите дополнительную скидку. Всю информацию ищите в описании. А для вас это видео подготовил я, Игорь, и интернет-магазин севдроид.ру. До скорых встреч!